То есть предрекаются им какие-то страдания в пути, этот период, те, кто будут учиться, и те, кто не будут учиться. Что это за запугивание? Этим будет хорошо, этим будет плохо? Желание Творца раскрыться в творениях, потому что этим Он дает каждому творению ощущение совершенства. Во всех их килим, добрый творящий добро, это только поскольку мы находимся во взаимном слиянии. Все. Привести творение к слиянию с Ним в этом цель. В этом замысел творения, программа творения. Эта программа должна раскрыться в каждом. Теперь, поскольку система является интегральной, каждый должен включиться во всех. Каждый должен сказать, что для меня создан мир, потому что я должен дать миру то, чего никто не может дать. Потому что каждый, он индивидуальный. Каждый из нас. И то, что есть в каждом, должно быть в мире, иначе совершенства не будет, не будет конца исправления. Поэтому каждый должен прийти к тому, что он осознает, как сказано, все познают меня от мала до велика. И поэтому невозможно с помощью никакой формы, кроме как света, возвращающего к источнику, исправить природу. Иначе ты все время будешь убегать. Этика хороша тем, что ты только убегаешь. Ты охраняешь себя. Ты говоришь, по крайней мере, уменьшим зло. Но исправить килим на отдачу нет. И весь путь этой этики, это естественный путь. Потому что то, о чем мы говорим, это неестественный путь. И поэтому мир не хочет нас слушать и принимать. Свет, возвращающий к источник, ты уже связан с высшей силой, с Творцом. Это что-то такое мутное. А этика вещь понятная. Тебе говорят, не трогая этого, не раскрывая этого. Это как ты обучаешь маленького ребенка. И ты тоже иногда говоришь, ну попробуй, попробуй немножечко. Там, где ты видишь, что вред будет не очень сильный. Необходимо так обучать. Мы это делаем. Но это не исправление. Ты с помощью этого не включаешься в остальных. Аплодисменты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова